всем доброго вечера у кого он добрый я не уверен что он у меня добрый так так сейчас чет чет не так пошло а чатик не так пошел вот оно что странно странно а это окошко больше чем нужно сейчас я этот чатик исправлю прежде чем начинать да мультиплеер и конечно же не будет потому что не с кем играть мультиплеер оффлайн почему не лоб и носа раньше нет я еще не до такой степени поехал много работы до я чувствую упора тяжеловато бывает бля 4 пирса бросано на на какой на какого сами сядете бля вот это мыло ебучая пиздец ты издалека смотришь вали все на так плохо я не по извините я не понял я сломался на выборе уровне сложности мы во первых потому что это аркангельск блять во вторых потому что это какая-то ёбаная плотина вы сука блять в архангельске блять были какая нахуй плотина блять и самое главное сайте есть агент есть тайный агент а есть двух очковый агент и как бы если помнить лор то у двух очковых агентов есть лицензия на убийство подразумевает что остальных ее нет то есть остальные не могут мочить никого это значит что если их запалили они сразу же сливаются вопрос какой уровень сложности сложнее мне кажется что все что не двойное очко оно априори должно быть очень сложным я сомневаюсь я сейчас я я боюсь что я выберу что-нибудь не то так я сейчас смотрю вроде бы весь экран влезает да весь экран влезает вроде бы все хорошо даже я влезаю хотя вот это что то давнего во блин вот так надо было сделать и чатик расширить какое-то разрешение у него несколько странненькое я поэтому довольно как-то тут туплю немножко сейчас я сейчас я его как-нибудь умещу получше во во вот теперь совсем все хорошо тут я думал что что-то не так то у меня от этого архангельской республики равный и завтра блять это чё то я там будет тип такой охуительный русский да архангель архангельс это как как казахстан ну да ну да ладно первое что мне нужно это сделать банджи ну то есть то есть нужно первое что ты делаешь в игре это делаешь дустан и ладно агент джеймс бонд зачем он кодовые имена если блять просто имя фамилия пишется в документе ну что за пиздец блять почему не агент 007 что за дела вообще так ладно секретное химическое оружие в беломорье СССР я думаю блять это пирс бросным пирс бросным это уже средина 90-х какой СССР ну и ну и Или, а, ну правильно, наверное, просто они продолжают экранизировать же совсем старые штуки, да, до сих пор, или как? Я на самом деле, да, я не смотрел полностью вообще ни одного Бонда, только какие-то ебучие отрывки, поэтому для меня, в общем, это все ничего не значит практически. Так, ага. Снизу под экраном черная полоска, которая триггерит. Ну, блять, ладно, вот, давайте я, я убрал ее. Я ее победил. Так, всем привет, кто сейчас присоединяется, да, я... GoldenEye в 86-м году. Спасибо, что прояснили, а то я как-то все думаю, что у нас 96-й на дворе. Doom 64? Не знаю, может быть. Я начинаю просто прям вот с Азов, с GoldenEye. Я не знаю, если я брошу GoldenEye за 10 минут, то, может быть, быстро к Doom перейду. То есть, игры есть. Use the... At the bottom of the jump, use the piton gun. Simple. Так. Там русские плохие были вместе с агентом, который играл Шон Гин. Да, я помню, что там... Я читал сюжет, я так понимаю, что суть там была в том, что его звали буквально Тревелян, и почему-то британцы думали, что Тревелян это такая... Охуеть английская фан... О-о-о-о! Су-у-у-ка! Кто-то где... Бля-а-а! Бля-а-а-а! А-а-а! Мой-мой мозг! Так, ладно. Давайте просто сейчас по порядку начнём. То есть, просто чтобы вы понимали, какое замечательное управление в шутере, который родоначальник шутеров на консолях. Крестовина. Вверх это целится вниз. Вниз это целится вверх. Влево стрейф лево, вправо стрейф вправо. Абсолютно то же самое на правых кнопках. То есть, на жёлтых кнопках, которые фактически правая крестовина. Аналог. Вверх это вперёд. Вниз это назад. Влево это поворот, вправо это поворот. То есть, единственное, что тут... То есть, единственное, как тут можно что-то делать и не сойти с ума, это играть только на аналоге и не трогать больше ничего. Но они пишут, и что управление не настроено. Нет, подождите. Мы же как? Мы запускаем игры и... И смотрим, как в них играть. То есть, Medal of Honor, она, конечно, была игрой очень галёненькой, скучненькой, линейной, коридорной, заскриптованной, глупой и так далее. Но управление в ней было в целом приняблемо. Здесь... О, боги. Да, да. По умолчанию стоит инвертированное управление. Ладно, подождите, да. То есть, я знаю, это наверняка можно настроить. Я сейчас попытаюсь это сделать. Но то, что по умолчанию стоит такой невообразимый пиздец с инверсией, это просто вообще. Давайте мы посмотрим, что я могу сделать. Что это? Online? Так, ладно, вот. Control Style, Honey. Самое важное, то есть, здесь это всё, конечно... Во-первых, я хочу сказать, вот первым делом надо было сказать, контроллер от Nintendo 64 это Abomination. То есть, это... Это хуйня, которая не должна была появляться на свет. Это какое-то ебанное недоразумение... Блядь, не знаю. Перевернуть и на украинский герб, короче. Трезубец какой-то. Ну, блядь. У человека две руки. Нахуя они творят вот это вот? Ладно. Консольным шутерам вообще не нужна ось Y. Ну, я бы сказал, что Quake 2 без оси Y невозможно пройти. Как человек, который очень много играл в Quake 2. Больше не помню. В Medal of Honor там по оси Y можно было целиться стоя, типа как в Metroid Prime. И это, в принципе, ну, это было нормально. Так, что тут дальше пишут? Аи консольных игр, Uncharted на Харде. А, ну, они ебут на всяких крашингах там, да. Они очень харасят. Это я помню. Больно смотреть на геймпад. Вот мне тоже. Когда я попытался подумать, как это управление вообще расставлять, у меня чуть мозг не сломался к хуям. Причем вот SNES-овский, SNES-овский же пад был вообще отличный. А здесь вот эти вот правые желтенькие кнопочки, я посмотрел, они часто дублируют функции крестовины. Потому что подразумевается, что когда ты играешь на аналоге, ты же, у тебя две руки же, блин. Когда ты играешь на аналоге, ты не можешь держать крестовину. И поэтому функции крестовины переносятся на желтенькие кнопочки. И из нормальных кнопочек у тебя две нормальных кнопки и три шифта. Я могу покрутить этот контроль? Я хочу его покрутить. Я могу его покрутить? Сука. Ой, господи, что происходит? Почему down? О, господи, почему? Вот кто это придумал? Ладно. Так. Давайте посмотрим вначале. Блядь. Так. Все. Главное, они же сами понимают, что это reverse. Что это ненормальное. Почему? Окей. Сейчас. Сейчас я прям... Screen wide cinema. Это то есть можно сделать тонкий уебищный экран, чтобы всем было неуютно играть? Классно, но я не буду так делать. Так. Самое важное. Давайте попробуем теперь посмотреть, что можно поменять. Так, я... А, вот. Это аналогом можно только менять. Solitaire. Что? Solitaire. Что изменилось? Look look. А в Solitaire? Move. А аналог look. Ясно. 16 на 9 можно поставить, да, но у меня все эмуляторы, они заточены под... Пиздец. Пиздец. Он в меня уже стреляет, а я, блядь, до сих пор ходить не умею. А, блядь. Слушай, я жму кнопку weapon, это что такое? Это убрать оружие. Класс. Класс, ладно. Я даже подумать не мог, что weapon это убрать оружие, но... Давайте посмотрим. Тогда я жду, когда ты будешь играть, шутеры для Dreamcast, я надеюсь, никогда... У этой игры 96 из стана метакритики. Да, да, да. Я же вот... Я впервые в нее играю, но я был всегда абсолютно убежден, что это какой-то оверрейтненький пиздец. Надо это доказать эксперимент. О, господи. Так. Самое важное, чтобы вы поняли. Вот написано же, да, написано аналог move, а стрелочки look. Но на самом деле, аналог вперед-назад это двигаться, а влево-вправо поворачиваться. А стрелочки влево-вправо это двигаться, а вверх-вниз поворачиваться. То есть, фактически это говно, оно меня обманывает, и я не могу. Я просто... Само... Вот чтобы вы поняли, почему так сложно переключать. Чтобы переключать эти 1, 1, 1 и 2 и так далее, мне нужно... Вот, смотрите, на аналог. Полукругом вести аналог каким-то образом по кругу. Ладно. Я не знаю, я... Я могу вообще разделить move и look? Но если я вот переключу move и look, что произойдет? Сука! Ааа! 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 Боже мой! Не, а вот теперь все нормально стало, кстати. Теперь я действительно хожу и стрейфлюсь на крестовине, а смотрю на аналоги. Но проблема в том, что... Теперь, чтобы нормально играть, я должен ходить правой рукой, а смотреть левой рукой. И... Это... Ёбаная без... И это ёбаная безумие. Возьмешь на ретро-стрим свитхом когда-нибудь. Я в целом не против. И я так понимаю, что я не смогу сейчас ничего с этим сделать. И я буду ходить... Я хожу сейчас с правым аналоговым, а целью с левым. Чтобы вы понимали, я схожу с ума сейчас примерно немного. Ааа! Почему они вообще решили сделать контроллер с одним стиком? Нет, ну... Ладно бы они сделали контроллер с одним стиком, но... Ну, может же было... Управление как-то под него ещё, ну, адаптировать. Блин, ещё, знаете, вот, вот, опять же, вот, в отличие от Medal of Honor, смотрите просто, почему я сейчас воюю с управлением. Я зажимаю вот этот вот прицел, да? Я веду влево, да, прицел, и он центрируется. То есть я навожу прицел на врага, и мне нужно удерживать аналог отклонённым вот ровно на тот угол, чтобы он бы держался на враге, иначе он слетает с врага. То есть я отпускаю аналог, и он тут же центрируется на ту хуйню, куда мне, блядь, не нужно, потому что мало ли в каких обстоятельствах я начал целиться. В эмуле перенастрой хорошее время тратить. Блядь, я про игру говорю, что игра говнина и санина. Блин, мне пишут, вон, подключи клаву и мышь, чтобы можно было играть в это. Но это же, блядь, это же не как в эту игру вообще изначально подразумевалось, чтобы я играл. Знаете, это как вот, понаставь на 7 миллиард модов на Skyrim, а потом напиши на неё рецензию. Ну, блин. Если я сделаю из Skyrim мой прекрасный секс-данжен, то это же не будет Skyrim уже, правильно? Так. Там же была опция Hold the Toggle. Всё, спасибо, спасибо, спасибо. Я просто не понял сразу, что это такое. Сейчас, да, наверное, Aim Control Toggle. Да, окей. Причём, как видите, реально вот Reverse была неправильная и Aim Control была неправильная. Но я просто, знаете, по умолчанию я даже не сообразил. Aim Control, Hold Toggle. Ну, давайте попробуем. Не-а, это не то же самое, нет. Это мне просто не нужно зажимать кнопку прицеливания, чтобы быть в режиме прицеливания. Но это говно всё равно центрируется. Господи. This is for the players. Так. Так. Я справлюсь, я должен. Так. Нет, это не то, что я хочу. Я хочу выбрать оружие. Как мне выбрать оружие? Это кнопка А. Я выбрал оружие, теперь я стрейтю. Теперь я делаю Aim. Да, это невозможно наклонять аналог до такой степени, чтобы он... Даже снайперка его убила? А, теперь он начинает поворачиваться и всё... Господи, это честно. Это... Это система прицеливания. Это... Это худшее просто зло во вселенной. То есть он... Вначале мне нужно держать аналог отклонённым на какой... На определённый угол. Но потом, как только я дохожу до какого-то угла, он начинает... Он начинает смещаться. Это... Это... Блядь. Не то, что у меня экран всё время крутится. И не то, что он никак не крутится. Это вот... Во время... Внутри Dead Zone ты чувствуешь себя еблоном. А потом ты выходишь из Dead Zone и чувствуешь себя ещё большим еблоном. Блядь, это худшее просто управление во вселенной вообще. Не пора ли включить автоэйм? Он включён! Так, нет. Так. Это выключить прицеливание. Правый аналог идти вперёд. Так. Ага, хорошо. Ладно. Я просто, наверное, надеюсь, что мудила, который в меня стреляет, он не способен в меня попасть. Ладно. Способен. Блядь. Это прицел. Вот это рожа прям... Какой-то Макс Пейн. Господи, как же это сложно. Теперь мы поняли, почему так сложно стать агентом 2 очка. Да. Просто какой-то адр. Какая-то броня. И тут же мне пидорят, блядь. Что тут тоже по скриптам, что ли, всё? Или... А, это мудила, по-моему, тут и сидела. Я просто думал, что это за хуйня такая здесь. А это, наверное, он просто меня не видел, блядь. Так. Вот, наверное, автоэйм мне поможет на таких небольших дистанциях мочить пыльцо. Блядь, просто это реально какая-то очень странная хуйня. Какие-то невероятно тонкие лестницы. Какую-то... Блядь, это геометрия этой игры. Она просто вышибает мой мозг вообще. Блядь, как ты в первые халы играл на компе? Ну, то есть, я... Ну, да, ну, да. Ну, только как поцеливание работы, физически больно смотреть. Да в это физически больно играть, но за... Блядь! Ты ищи клипы сквозь все. Ладно. Выглядит так вот эти бочки надо взрывать, но... Так. Так, управление, да, я, я? Эта кнопка оружия. Эта не кнопка action. Эта кнопка action. Ты смотришь снизу на лестницу. Это был взгляд снизу на лестницу, там, да. Эта... Знаете, я попробую бегом штурмом взять этих уроров. Если только я аналоги не попутаю, ты вообще меня не видишь, чувак? Потрясающе, просто. И что теперь? Так, знаете что, блин, я бы делал save state в этой игре постоянно, потому что... Я... Вообще... Мне страшно, что я в этой игре могу как-то что-то профейлить, и потом мне надо будет начинать сначала. Так, 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 вот. Ты смотри вниз. Ты смотри вниз. Но они уже убежали оттуда. А не по этой лестнице? А не по этой лестнице пойдут. Да, вот теперь это МГС-5 на минималках, действительно. Игра отбила по эмоциям, да. Наверное, она отбила кого-нибудь. Мозги отбила, наверное. Так, правая, она вперед. А, все это время они могли просто выстрелить в это ебанное стекло и в меня попасть. То есть они делают стеклянные стены, но враги не умеют стрелять в стеклянные стены. А, бля, я просто чё-то не знаю. Так, так, спокойно, я могу. Это чё, это сигнализация, наверное, да? Окей. Почему этот ебаный грузовик стоит у стены? Что тебе от меня нужно, грузовик? Стоп, блядь. Вот чё? Вот чё? Блядь, вы в Архангельске? Блядь, такие горы, блядь, видели где-то? Ладно. Тогда что ты скажешь про TimeSplitters? Мне они нравились, они были веселыми. Мне вообще заебали какие-то все эти гримдарковые, претенциозные, серьезные шутеры. TimeSplitters были юморными, и это было классно. Но я про третью часть в первую очередь говорю, потому что я почему-то помню только её, третий сингл, его второй мультиплеер. Я бы, честно говоря, может быть, даже поиграл на стримах бы немножко в TimeSplitters, потому что мне они интересны. Мне они запомнились как... Так, блядь. Почему ты поднимаешься? А, правильно, потому что это правая навыка. Блядь, я хочу, чтобы вы смотрели на это и повторялись, это 96 из 100. Это 96 из 100. Так, блядь. Так, 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 так. Где, кто вне стреляет? Я искренне не понимаю. У меня прям так шар... Блядь, он... Не, ну вы видели, да? Он высунулся на пол шишечки с лестницы и... А потом пропал. Окей. Управление в TimeSplitters'ах совершенно обычное, нормальное, с двух аналогов, там все хорошо. Что такое Grim Dark? Да, блядь. Типа все мрачное, серьезное и... Да хуя там... Ой, блядь. Короче, в Middle of Honor реально анимации хотя бы были получше. Здесь я вообще не понимаю этих людей, что они делают. Я так же не понимаю, с какого места мне надо в Bungee Jump'ать. Я сейчас прыгнул бы здесь, потому что тут такое место. Бля, вот это... Вот это ебло сейчас было через дверь чудесное просто. Не, ну слушайте, ну GTA 4, по крайней мере, полноценная игра, блядь, в которую можно сейчас взять и поиграть даже. Ну, то есть, с нормальным управлением относительно. С каким-то там, блядь, сюжетом относительно. То есть, я понимаю, что она очень скучная, унылая, но... Я понимаю, как от GTA 4 можно получать какое-то удовольствие. Бля, он перекатывается, сука. Он сидел в нормальном укрытии и потом начал из него делать бочку. Смотрите на это приятнее, чем на Middle of Honor. Я не знаю, у них хуже. Ну, то есть, она не сильно хуже, но хуже. То есть, даже я имею в виду, не сильно хуже, если управление вообще, про управление забыть. Про него сложно забыть. Но, даже если оставить управление в стороне, по-моему, она заметно более убогая, чем в Middle of Honor. Так. В GTA 4, да, я играл только на консоли. На ПК я не... Даже не... То есть, когда она вышла на ПК, я ее не захотел. Совсем. Это, наверное, тупик, и мне сюда не нужно. Просто я не знаю, вот, ну... Я даже со скидкой, мне кажется, на возраст игры, я не готов принять такой... Такой невероятно высокий балл. По-моему, тут... Ну... Ну, я не знаю. Я не вижу здесь ничего увлекательного. Просто она... Игра не эксайтинг, по-моему, совершенно. Ладно. Наверное, мне надо все-таки отсюда пиздануться. Выглядит как место, откуда мне надо пиздануться. Я уже прыгнул! Почему ты там? Блядь, постановка у игры потрясающая. Я спрыгнул, и после этого... Я спрыгнул еще, и после этого... Я спрыгнул еще. Doom 64, ну, может быть... Может быть, будет, если я до него дойду. Современные шутеры на чем? Нет, ну, современные шутеры только на ПК. Overwatch, Team Fortress, Left 4 Dead. Вот, вот, я постоянно... Постоянно играю. Вообще, мне очень нравится. У них практически все. Ух-م... Ух-м... Ух-м. Ух- Ух-м-м. Субтитры делал DimaTorzok Просто пиздец Лучшие агенты Это те агенты, которым нужно говорить У женщин нет, поэтому может быть Ты, блять, сможешь выполнить миссию Ты говно То есть, вот опять же, порт Дума На PS1 Это абсолютно как бы Отличный драйвовый Крутой шутер В котором все Забосы А вот это Какое-то ебаное недоразумение Эти люди сейчас делают Сиофтифс Этих людей в Rare уже давно нет А то нынешние Rare Я удивлюсь, если даже один хотя бы человек остался Нынешние Rare Это просто одно имя И ничего больше Всех разработчиков они проебали Очень давно Как они закрывали проекты В нулевых под Microsoft Ну, блять, это Microsoft Странно, что они их не закрыли Ну, точнее, я бы закрыл А Microsoft просто Задушило их До состояния полного посинения А потом Лучшая игра Умею ли я А, он сам приседает при этом Окей Так, стрелять Эта кнопка Открывать Эта кнопка Тут, кстати, прием Ну, не стрелять Блять, это мина Не нужно Ты, я могу кулаком бить? Нет, я могу, блять На часах кнопочку нажимать Ладно, спасибо О, вот Давайте я попробую Мили Так, блять Сука, как ты А, ты выше? Мне нравится, что у него, по-моему, из жопы Как вы теряете быстро Фига у меня откидывает вообще Так, ладно Моё кунг-фу Не работает Самое главное Еще в чем В чем проблема Я прохожу насквозь с него Блять, эти йоги Ладно Поговорили О, ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Но это важно помнить. Если женщин нет, то искать тут нечего, очевидно. В общем, из того, что я помню, я слышал об этой игре, это то, что тут, типа, есть механика стелса, в том плане, что надо валить этих дебилов, пока они не добежали до кнопки тревоги. Блядь, я же жму правый аналог вперед. Почему ты не идешь вперед? Сука. Вот теперь... А, блядь, то есть это будет прицеливание включено? Блядь, я так и не понял вообще. Все, ладно. Правильно. Я включил случайно прицеливание, а после этого нарушился ходить. Окей. Basic of CQC, да-да-да. Все так. В этой игре Basics of CQC, это просто стреляй в ебло. То есть он все это время смотрел за дверь, на дверь, за которой я убивал его друзей. Ебать, какие увлекательные коридоры, в которых нет просто нихуя. И они тут все просто стоят и просто ничего не делают. Кто стреляет? А пофига. Не буду же ехать искать. Блядь, у них здесь нет ничего, кроме туалетов, по-моему. Я вернулся в то же место или нет? Нет, дверца не открыта, значит это новое место. Стоит продолжать продолжение Deus Exu ждать. Блин, а я не знаю, ну как бы это же скваря. Она может продолжить, а может и проехать все. Тут. Тут рандом. Скварю невозможно угадать. Чего это все такое высокое и узкое? Я не знаю, реально. По-моему, это отвратительно выглядит. И это линейка ХП на полэкрана. Так, ладно, я смогу, я смогу, я смогу. Я смогу, я смогу, я смогу, я смогу. Беги, 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 бэйс. Но, если успел. Да вы охуели, блядь, он и от этих цивилин реально бегает просто вокруг солдат. Так. Ты мой бро? Так. Классный автоэйм, я вообще даже ни одно пиксель этого врага не видел и все равно убью. Так. Ты мой бро? Нет, ты не мой бро. Дверь закрыта? Ладно, я не знаю, что я делаю. Ты играл в Prey. Да, она неплохая, но что-то меня просто не зацепило. И там сюжета явно не будет. Я бы с сюжетом, я бы такой играл. Сюжет. Сюжет. Нож поташнивать. Да, есть такое. Узкое, высокое. И самое главное, дизайнер не совершенно ебищный. Да, просто, просто, абсолютно, квадратные, блин, придоры дебильные. Ну, ничего просто больше нет. Тут есть карта, где-то, наверное, нет. Открытых карты. Ясно. Это мудаки, которые даже не поняли, что я зашел к цивилиям проверить. Че делать? Да, у меня есть список заданий. Если я не выполню все, то наверняка будет, как мне дало вонар. Типа, ты все провафлил, начинай все сначала. Поэтому я очень боюсь рядом с цивилами. Мне нужно точно с одним поговорить, сказать ему, чтобы он уходил. Он даст мне карту, судя по брифингу. Дроп, переходи на предыдущую консоль. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, дропы, я хотя бы, я думаю, хотя бы этот уровень надо будет пойти. Блин, я здесь пришел, отсюда пришел или нет? Вроде бы нет. Тут все такое одинаковое, что я, честно, блядь, уже не знаю. Перфект Дарк, да, я по... Так, точно отсюда приходил. Перфект Дарк я обязательно попробую. И... Ну, если после Перфект Дарка еще останутся какие-то силы, тогда... Дум... 64, наверное, да. В комнате с трубами был Цивилд, тебе с ним надо поговорить. Ага, спасибо, но... Блядь, здесь все комнаты абсолютно на одно лицо. Надо дойти до эскорт-миссии. Не-е-е. И на... Кослы попробуй. Я бы этого тоже не хотел. Серьезно, по-моему, здесь ничего не выглядит как что-то пристроенное. Так. Шутер от третьего лица на геймпаде... Не знаю... А какие? Типа Uncharted? Ну, так себе. То есть, обычно такие шутерки типа Uncharted, они такие... Они так и так сделаны, чтобы в них не нужно особо крутиться, разворачиваться, в отличие от Overwatch и всяких. Поэтому в них вполне можно и на геймпаде, потому что они просто такие линейненькие, простенькие. Я прохожу просто как настоящий тайный агент. О, оно все-таки разбивается, блядь. Ему просто нужно больше выстрелов. Да, в этой игре я просто... Я понимаю, что я реально выставил, наверное, минимальную сложность просто, и поэтому все так разлетаются, и на сложности двухочковые наверняка было бы сложнее. Он был предатель. Ну-ка, что мне с миссией? Мышный статус инкомплит. Ну, такое. Я, честно, не понимаю, что в этой игре хорошего. Я видел достаточно много, даже на стримах, достаточно много старых игр, в которых можно найти, ну, хотя бы что-то. Здесь я вообще не вижу ничего. Ну, что, ты взорвешься? Блядь, нет. Ну, ладно. Может быть, мне нужно нил на них ставить? Наверное, зря я его... Ну, неплохо. Ладно. По крайней мере, понятно. Так ты... Ты не тримлян, что ли? А, ты... То есть я все-таки реально его убил, и у меня не было гейм овера. Замечательно. Замечательно. Мне вот-вот ларки, я нашел. Я нашел один повод, что в этой игре хорошего. Можно, блядь, сразу убить этого подлеца-предателя, и... Вау, он расстреливает стену. Вау, он расстреливает стену. Я, блядь, сколько никто, да просто какой-то пиздец. Вообще легально столько уродов, блядь, платить. Играет музыка. Короче, тот факт, что я выполнил миссию, поговорив с этим обмышком, засаманил на меня бесконечное количество врагов. Играет музыка. Ощущение такое, что у них уже анимация примерно в 3 FPS сейчас. Дис гейм. Так, ладно. Сирена, сирена, сирена. Это все не сирена. Это тоже, вроде, не похоже. Ну, а теперь, пока я сюда шел... Они прыгают? Блядь, это выглядело, куда они прыгали. Сейчас они меня убьют просто потому, что я отошел от того сейвспота под лестницей. Как можно, блядь, искать какие-то кнопки выключения, когда на тебя вся королевская комница, вся королевская рапия? Честно, эта игра спаунит такое количество, блядь, врагов, что... Тут даже вот на самые легкие, блядь, мои сложности мне... Совершенно невозможно что-то делать. А это что, был выход с уровня? Я просто не... Это был выход с уровня? Это был выход с уровня, который был совершенно никак не маркирован. То есть я вышел случайно в эту... Я думал, что там будет комната какая-то безопасная. И это фейл, и это вся миссия сначала. Гейм-дизайн на 96 из 100. Ладно, сейчас. Сейчас, я хочу закончить эту миссию. Сейчас, сейчас я ее закончу. Ну ай, Джеймс! Ты же ты заслужил этого мудила. А-а-а! Ну как фейл? Я с ним встретился! Написано было встретиться с ним. Я с ним встретился и поговорил. Пиздец! Этот мудила сам сел и сгорел! Я что, виноват в этом, что ли? Пиздец! Игра! Ты просто отвратительная! Вообще! Как ты смеешь? Как ты смеешь? Тревелян, блядь! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Сюда! Иди! Objective completed написано. Иди сюда! Иди сюда! Мне еще нравится, как он, блядь, просто поворачивается. У него за спиной там едкий зеленый туман! Ебаный тревелян! Там просто уже такой... Why, James? Я, James Bond! У меня ебло в поллица! А-а-а! Слушайте, ну эта игра, по-моему, совершенно отвратительна! В общем, блядь, кому так делать просто нельзя! His sacrifice! То есть, как только... И как... Когда я его взрываю на этой хуйне... Это... Mission fail! Но как только я взрываю... Этот яд, и он... Стоит в яде, и отравляется, и умирает... His sacrifice should give you enough time! Ебло в поллице! Я хотел сказать рот, на самом деле, в поллица. Но сказал то, что сказал. No time for gadgets here! Just improvise! Офигительная структура из слов! Да, да, да! Я абсолютно согласен! И они еще отнимают у меня оружие постоянно, и... Ну давайте я попробую просто пробрутфорсить этот уровень, и добежать куда-нибудь. Ага, типа я взял ключ для самолета, наверное. А теперь надо найти ебаный самолет всего лишь! Ммм, лимфлейт! Ммм, лимфлейт, ммм! Ммм, ммм! Мммм... Мммм! Ммм! Ммм! а это всем давайте попробуем затем все очень интересно как это будет работать все так стать это это блять это просто просто быть новости ой они они сзади бесконечная я практически не будет а спереди пулемет давайте уберем очень интересно что мне подознается что не делать пулемет учитывая что пулемет просто встроен в стенку окна здесь не работают граната отлетает ху знает куда да сзади не бесконечный град его не взрывают дверь не работает они град карты корсу взрывалась что ли ну вроде да окей весь внутрь все это весь уровень окей уааааааааау б ну окей они сделали skybox приемлемый для хорошей для того времени после этого они сделали эти спрайтовые деревья которые очень смешно выглядят ну окей что-то в этой игре есть не совсем паскудно это когда ты смотришь просто на skybox и больше ни на что и и все кажется что ну может быть все не настолько поганно я хочу их рассмотреть what the fuck are you ну в общем ладно мне кажется примерное понимание того что эта игра у нас уже что эта игра такой у нас уже появилась поэтому я просто я просто переключусь на следующую штуку я надеюсь что мне не придется жонглировать управлением так так ну это да было даже почти что стильно давайте посмотрим что эти разработчики нам готовы подарить еще это выглядит понятно ясно что ты глядишь кого-то эмулятор очень плохо что происходит картинки нет вау вот это да вот это да ладно я сейчас перезагружу ему ли может быть ему полегчает вообще любопытно такого чтобы в эмуля при смене игры нормально не продолжалась картинка отображаться в общем в общем я удивлен так ну вроде все работает давайте я в чатик приключусь Врин говорил как-то что игры от первого лица это технические ограничения вот блять вот она сейчас вот у меня есть подозрение что что-то неправильное сейчас с эмулятором происходит то есть и создавая это я я и так и то есть чисто города но к и а а Ладно, у нас будет агент Кек. Ладно, я что хочу сказать, в общем, этих пидоров ебаных опять все через анус. Ходить и поворачиваться на левом аналоге, это, конечно, да, но по умолчанию опять инверсировано вверх-вниз, и по умолчанию, да, стрейф, стрейф на крестовине, слэш на правых кнопках. Так, сейчас я попытаюсь в это вникнуть все. Так, еще что-то у нас. Привет, как относишься к ЛГБТ? Внезапный вопрос. Положительно отношусь. Надо рендерить руки, мое оружие и их анимацию. Ну, я, честно говоря, не думаю, что вид от первого лица это прям уж как такое чит на сохранение всего, потому что у тебя камера всегда с конкретной перспективы, и это, конечно, плюс, но с другой стороны защитить текстурки должны быть по-ручшим. Так. Я вижу, кто-то очень интересно рассказывает про эрогенные зоны, но читать я этого, конечно же, не буду. Не, воу-воу-воу-воу-воу! Этот стиль управления игра называет одноруким! Ладно, что такое двурукий? Двуручный. Что? Что? С одного джойстика ты ходишь, а с другого ты смотришь? Ну как? Блядь, сыр! Сейчас, сейчас! Ну да, все кнопки ничего не делают Я действительно могу Только крутить головой Я не могу ходить Это самое ебанутое Что я в играх встречал Играть с двух рук Вот так вот, как крутите Тити Одной ты ходишь А другой ты смотришь головой Это же не двуручные Это же еблять У меня нет слов просто Что у меня сейчас больше Так, хорошо, давайте попробуем одноручные Это вот выглядит как будто Мне кажется, здесь нарисовано трехручные Сейчас управление в данный момент Давайте попробуем въехать Умммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Ладно, короче, самое важное Просто я хочу, чтобы вы поняли Вот что В двуручном управлении Есть такой вариант При котором аналог Это walk slash strafe Ну то есть все как у нормальных людей В одноручных схемах Просто нет такого варианта Во них всех аналог Это walk turn или look Но нет такого Чтобы аналогом ты ходил И strafeился А другим, соответственно Просто смотрел по сторонам и больше ничего То есть здесь столько схем управлений Но нету единственной Для здорового человека, нет Это все схемы для каких-то Ебаных мутантов Давайте конкурс в другой раз Я все-таки по шутерам сегодня Так что я, может быть, бум посмотрю под конец Если у меня еще силы хватит Я что-то я Ну короче, у меня есть два варианта Два варианта у меня сейчас есть Это Или я Опять играю с правым аналогом И я, честно говоря, даже не вижу Ну то есть Или у меня аналог То есть Блядь, я даже не знаю, как сказать Ну я Я могу Как это выразить Получше Я могу левым аналогом В принципе Привыкнуть Ходить и поворачиваться Но что я никогда не могу Привыкнуть Это когда правым аналогом Что бы я жал на нем Влево-вправо И это был бы стрейфом Стрейфиться Влево-вправо Нажимая Наклоняя Правый аналог По-моему, это просто Это хуже вообще всего в мире Это где посчитать реакцию Слава на твою первую статью Может быть там в комментариях Такая ебанина была Пока Банжо не выпустила Хало В Medal of Honor не было такой ебанины Слушайте Ну в Medal of Honor, да Ты не мог ходить И целиться одновременно Но Все равно это было удобнее и лучше В Medal of Honor Я вот въехал сразу Без проблем вообще Там было Там просто не было правого аналога На самом деле Там же Стрейф был на На шифтах Во время прицеливания Ты Ну и левым аналогом Как обычно Все будет То есть Представим Так Ты ты обещал лицензию на Brave Exvius Я сдулся Извините Я проебал У меня просто У меня не хватает мотивации На финал кобложить Сорян Сорян Можно аналог второго пада Настроить на второй аналог Дуалшока Я думаю Можно Но Блядь Я не буду сейчас этим заниматься Я лучше буду страдать Да халу было Элен Резурекшн опасен С двумя стиками Кстати Очень верно Я же играл в Элен Резурекшн Игра была плохая Но я не сходил с ума От управления То есть Даже если оно было неудобно Но оно может быть Было немного неудобно Так Ладно Ладно 1.2 Короче Я играю Как Как Въебаный Голденай Правым аналогом Я хожу Я и схожу с ума Но в принципе Вот то что они Фотки натягивали В этих обеих играх На лица Мне кажется Это хорошее Артистическое решение Потому что Любой другой вариант Был бы сильно хуже Нормальных лиц На PS1 Слэш Nintendo 64 Было сделать невозможно И Ну действительно Наверное Та ебанина Которую Мы видели Что-то даже Это даже Реально почти Хорошо Голд в голос Пиздец Кто такая же Он удар Я же Агент Кег Что там Субтитры 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 Эти Псевдо Субтитры Субтитры Никого нет Никого нет Я что-то Такой Окей Хороший офис А потом Я понял Что в офисе Должны быть люди А блять У них даже Дверь закрыта Никого нет Ты Янект Хэдкортерс Реально Только Только Безлюдный Офигенный Холобайк Честь с ним Дел Я Я пиржу Ящики Холобайком Извините А можно Меня отпустят Спасибо Я в принципе Я не знаю Успею ли я Сегодня Дум Я думаю Надо все-таки Perfect Dark Посмотреть Как следует Чтобы понять Что это такое Поэтому Дум Может быть Как-нибудь Потом Задерживаться Я не хотел бы Ну честно Блять Вот Начало игры Я ушел Никого Ни одного человека Нет Мне никто Не говорит Что делать Все сделано Из серого Говна Я не понимаю Зачем я здесь Я Хочу Сразу Сказать Что Это Очень Хуёво Просто Чрезмерно Серьезно Что это Такое Блять Я только В каких-то Офисах Был И здесь Блять Уровень Из чужого Какого-то Ебучего Господи Человек Человек И Ебучего Ебучего Я так и чё физика в этой игре совсем-совсем есть только недвижимый объект зеленый педре да реально полный сурка ты приходишь к чуваку он говорит я тебя ждал полчаса назад после этого говорит я удивлен что ты так долго прожила и нихуя не делает никаких заданий ничего что за говно вообще происходит в этой игре серьезно вот я не вижу ни одно ну-ка если я не могу спрыгнуть я не вижу ни одной причины и не дропать просто сразу здесь мне кажется основной главное вообще что игра должна сделать это увлечь игрока сразу же дать по ему понять что ему делать что происходит и так далее то есть если это не какой-то яркий геймплейный момент это должен быть яркий сюжетный момент но perfect dark меня просто кормит пустотой и говном пойдет другой ли это тоже здесь лифты тогда выбери соло миссию ну ладно хорошо я просто думал что мне вот здесь меня в начале ну если не обучит вы может быть обучит чему-то я честно ожидал что зеленый будил этот туториал но то хотя бы мне дадут сюжет бэкну хоть что-то такое окей окей что-то ну ладно вот что-то что-то как-то Какое место? Работайте на улице, на уровне. Доктор Кауэль будет в нашу лабину, где-то на фасилитете. Кауэль, я его не знаю. Мы не имеем имя, и мы не можем найти никакого официального файла. Все, что мы имеем, это название. Удачи, Доктор Кдак. Окей, это была хорошая кат-сцена. Я, правда, мало что понял из сюжета, но... Все, что я понял, что она хочет, чтобы все были expandable. Я одобряю, я одобряю. This was fine. У-у-у. Как мило. Это он просто тем, что врезался в меня 70 на 30 здоровье? Ах, ну... О, Господи, с этими проблемами такие коридоры... Все было... Часто не получилось. Да. Ну, выйди сюда. В общем, какая разница, куда если у меня автоэйм? Серьезно, блядь, дверь? Блядь, why me? Блядь, why me? Сказал, он... Как вот это место заблевалось кровью? Непонятно. Не ясно. Ну, анимации гораздо лучше, в принципе, да. Прогресс налицо. Эти эффекты с кровякой на стенах так вообще топчут. Шагом, анимации фермеры. Что мы вне грузовогои. У-у-у! Ой, ой, штопушки, ой, ой, красота! Чтобы как jong-пусы. У-у-у! У-у! Блядь! У-у! У-у-у! Думаю, что за храмом. У-у! Ну, в принципе, неплохо. КПК, конечно, опять очень клаустрофобные и... Ты что это? Управление лучше? Ну как, не, ну, ходить к правым аналогам все еще ужасно. Но здесь вроде бы все как-то вну менее ужасно, чем раньше. Может быть, я немного привык. Может быть, в целом левел-дизайн как-то сглаживает проблему. Так, когда будешь стримить что-то с воксельным графоном. А где он был, кроме того спин-оффа команды Гонкера? Эй. Спасибо. Э? К слову, о ногах. Смотрите, я просто могу висеть в воздухе и без насилия рука на своего пистолета. Блядь, этот мужик сел в лифт и уехал? Да. Охренеть. У меня есть такое подозрение, что он даже не хотел этого, что в лифт просто подошел, а чувак просто рандомно в него зашел. Теперь он уехал на этаж, где нет ничего, кроме трупов. Надеюсь, ему там один уехал. Ауткаст, ванк, блядь, вангеры? Ну, я не знаю. Просто мне кажется, что все эти старые ПК-игры, они... их запустить проблем не может. А на консолях, по-моему, такого никогда ничего и нет. Блядь, вот эта вот зебучая физика на столах с компьютерами... Это очень смешно. Я так и не понял, куда мне тут надо идти и зачем. Я так и не понял, куда мне тут надо идти. Старые шутаны будут ходить на ретро-стримах. Блад, Шедо, Горио, Шедо, Казмор. Ну, я вообще говоря не планировал, опять же, потому что у меня ретро-стримы они консольные. И мне интересно играть в какие-то консольные игры в первую очередь, потому что у меня нет... Давным-давно у меня компа не было, и мы, собственно... У меня поэтому нет большого интереса к старым компа-играм. Соли были? В общем, слушайте, я чё-то, блядь, сдаюсь. Мне кажется, что я обошёл оба этих этажа. А, там ещё ниже, блядь, эта хуйня едет. Лаааадно... Окей... Окей, попробуем тот лифт. Так, это верхний этаж, где тоже все трубы. Ну да. Shadow Warrior воксельный. Я только играл в обновлённый. Музыка играет такая, как будто мне не нужно питаться и хмелиш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а и я тебя тянет все-таки бесконечное что вы как по этому недоразумению? давай взломай че а нет ну сколько компьютеров и по другим играм я привык, что компьютеры, ну, у них есть что-то ценное их надо читать, их надо взламывать, но в любом случае с ними надо интерактить в этой игре компьютер это просто декорация и это довольно ужасно ну, блядь я и... ээээ... блядь... 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 мне кажется очень так себе то есть я... хорошо, что тут какой-то свой отдельный сеттинг хорошо, конечно, да, что тут озвучка вот, не знаю... ёбла, там, микрофончик, но... по-моему, в это все еще играть... так я что опять в этом стартовом здании ебаным? блядь... блядь... наверное, действительно, Doom, потому что, в общем, эта игра тоже. Да нет. Нет, блядь. То есть меня телепортировало зачем-то. Ко мне, блядь, в офис. Но при этом нужно, блядь, из меню было выбирать следующую миссию. То есть его, она так элегантно ножка из потолка тюкнула, а всех остальных она из автоматов еблок. Блядь, даже из пистолета без глушака. Окей. В общем, я не знаю. Мне кажется, только... Люди, которые хвалят эти игры, они, ну, блядь, как те люди, у которых там и хоть 4 лучше RPG. Если я во что-то, блядь, играл в детстве, значит, оно заебатое. По-моему, просто очевидно, что эта хуйня состарилась, она состарилась очень плохо. И в то время, мне кажется, кроме графона, в детстве, наверное, было особенно нечем. Ну, как-то, вот, признаюсь, все. Для куниевых триггуры и одинаковые дороги. Примерно все. Дураки планируются. Я могу просто интересы ради... Давайте я сдохну. Я могу интересы ради попробовать. Но я от них тоже ничего хорошего не жду. Так, ну, все, да, последние 20 минуток стрима. Давайте попробуем посмотреть на Doom 64. Так, все ли тут нормально? Вот, what the fuck? Так, ладно, давайте, давайте сначала. Я не думал, что клик мышки будет воспринят эмулятором как что-то такое. Если бы я со SNES отпересел на Nintendo 64 поиграбет, то я наверняка обоссался от счастья. Ну... Не знаю. Ну, то есть... Чего там счастливым-то быть? Там ничего про миграфона практически нет. Клевый опенинг. Прям очень в духе игры. Мне нравится. Бля, ну, конечно, да, она смотрится совсем не как бы. Охренеть. Так, ну, чё, options. Control pad, control stick. Default 1. Right, left. Forward, backward. Attack. Use map speed. Strafe on. Ну, я могу с этим жить, я думаю. Что такое control stick? А, ясно. То есть, это каноничный сиквел. Ой, блядь, да, нельзя трогать правый аналог. А, то есть, нельзя, чтобы я... А, ну да, нельзя. Ладно. Так, strafe on shift. Ничего, скоро привыкну. Это перекры... А, тут, стоп, тут кнопки действия ведь вообще нет, да? Я чё-то подзабыл, но, по-моему, нет. Надо просто... Просто летать и хибошить. Или есть. Сложно. Вот такой хуйни, кстати, по-моему, даже на PS1 в думах не было. Я имею в виду, что клипается уровень, и видно, видно, как бычок над космосом летает. Чё-то я... Да, он очень тёмный, мне тоже это не нравится. Ща, давайте посмотрим ещё раз. Блядь, подойду, бекер. Attack. А, ви... Вправо это use, блядь. Есть как use. О'кей, ладно. Бля, он выглядит офигеть иначе. Вау. Вот это да. Эй. Эй. Э? Окей, у меня стрейф влево не работает. Ну, ладно. Блядь. Я не осознал, что я здесь подобрал. Здесь вроде бы реально всё. Уже. Эта часть и должна быть тёмной и клаустрофобной. Может быть, это не... Не знаю. Мне просто кажется, что это не лучшая идея. Как вот клаустрофобный, если думал, он всегда был про то, что ты носишься как чёрт по всей карте и пидоришь всех. Я не уверен, что я прям рад вот этому. Как-то, ну, не знаю, он как-то гнетающий. Вот по ощущениям, по моим, вот думал, он был не об этом. Поэтому, когда третий дум вышел, то я, как и многие, сказали, что ну как-то это... Он не ощущается, он как думал. Что как-то все темно, ничего не видно, и... И... Вроде бы дум был не об этом. Туда еще не запрыгнуть. Атмосфернее сделать угнетающее. Ну, не знаю. Мне... Мне не зашло. Я уже заебался, на самом деле. О, я сейчас пизданусь. Вот этой карты. Вау. Какое все бляцки странное здесь. Просто охренеть. Какое все тут бляцки странное. Так, ну то есть, я здесь реально все же обыскал, получается. А, блядь, в этом я, да, в этом пятачке я не был. Тут была карточка. Окей. На карте, наверное, врагов только мне не покажут, так что я, наверное, не смогу их убивать. Так, что тут? Поверслейв. Ну, я планирую когда-нибудь, просто сейчас я на Nintendo 64 переехал, просто, ну вот, потому что тут был легендарный GoldenEye, я считал, что обязательно его будут посмотреть. Вообще, я бы попробовал Поверслейв. Потому что что-то очень многие о нем говорят, очень многие его хвалят. Я его вообще не знаю. но как-нибудь узнаю. Ну, как закончу с Nintendo 64, так можно будет и попробовать, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok яркостью. Ну, вот такая игра, что тут ничего не добавишь. то есть, может быть, да, сейчас у меня посмотрю, конечно, в настройках помогут, поможет или нет. ну, ну, я не знаю, то есть, как-то вот, может быть, из-за того, что все клаустрофобное и темно, он у меня вот не нравится. как-то предыдущие, думая, нравились побольше, как-то были более, ощущались более веселыми. так. Ну, давайте попробуем Brightness выкрутили побольше. Помогло. По-моему, практически нихуя не помогло. Уж просто вся игра так. Э? Фига, рейнджем бензопилы? Рейнджем бензопилы? Рейнджем бензопилы? Ну, хорошо. Бензопила просто проебалась, когда я с нее оружие поменял? Эм, ну, ладно. Ебать Ебать Ладно Есть карта Я так и не понял, что произошло А, броник получил Сейчас это все взорвется Надо бежать Надо бежать Надо бежать Так, че Как же вы что-то с кослами на нинтендо 64 Вы прямо меня душите Ну ладно, я потыкаюсь в них, конечно Я же все-таки предыдущие все кослы Проверял, но, бля Как, блядь Вас Вас же тут не было только что Скриптоебы поганые Ах, ключа нет Ничего там Неуютно мне здесь, не знаю Не нравится А, наверное, наверное Просто на этой хуйне есть развилка Но, с другой стороны, я же уже был и здесь И не здесь А, тут проход открыл Все ясно, ясно Так, что там Дум-3 топишь вперед, оборачиваясь на нинтов Light amplification goggles Холи щит просто, блядь Light amplification goggles Как их включать только Не хочу Больше первый квейк напоминает Ну вот скорее Да Скорее Да И то первый квейк Мне лично как-то повеселее Был Ну да, здесь я был Здесь Блядь, я серьезно Я не понимаю Я не понимаю, что Вот куда А, вот сюда, наверное Да Нет А выглядит как дверь Паптеки мне не нужны Это ключ Но он на пьедестале Как пьедестал скинуть я не ебу Никаких свечей нет Ничего нет А вот он, блядь Он на сзади Так, я его взял Э, он Он на телепорте Что? 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 Блядь, что эта игра делает? Что? Зачем? И теперь это Рандомная штука Которая меня ебет Если они правильно отвечают Да? Ага Пиздец, слушайте Это худшее говно Во вселенной Сейчас вообще Я Я вот эту головоломку Я ебал Просто Просто целиком И полностью То есть Графончик Они, конечно, нарисовали Но Окей, им телепортируется Прямо за спину Блядь Ну Нет, слушайте Это очень плохо Я Я недоволен этой игрой Вот прям с самого начала Синий я подобрал Синий Если я подобрал Дальше Очень стакилы Боли Если память не изменяет Тогда мне кажется Что Кстати, да Кто игру-то разрабатывал Это ведь явно были Не Сами Идовцы То есть Это какое-то Самопальное Не пойми что От От Не пойми каких Разработчиков Сильно ощущается Как вот Ну Что-то Неправильно Уникальное оружие Есть Ну Это все хорошо Конечно Но играется Это По ощущениям Заметно Хуже Я В общем-то Да Я не стал Был это Оигрывать Я рад Что я Не потратил На это Больше Чем 20 минут Стрима Я с удовольствием Это сейчас Дробно Телепорты Какие-то Зачем Причем Я телепортировала Назад То есть Я А Или Или это просто Тупик И мне отсюда И нужно Телепортироваться Назад Оооо Чуть не знаю Я не чувствую Драйва В этой игре В предыдущих Был Что? Что? Что, блядь, игра? Ты серьезно, блядь, игра? И это был путь К красной карточке То есть Это надо было Обязательно пройти Не, ну Блядь Ну Что-то Это не дум Это хуйня Какая-то Просто Просто Пиздец Не самопально Это канон Но, блин Это канон Который писали Не оригинальные Разработчики А какие-то Не очень хорошие люди Как мне кажется На этой части Насколько я знаю Много троллит игрока Я заметил Да Она троллит, блядь Но Я что-то не нахожу В этом ничего хорошего Что? Чё? Чё? Продолжение следует... 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 Вот, что просто, просто нет. Вот, вы можете, конечно, мне попробовать переубедить и предложить мне во что-то поиграть с Nintendo 64, чтобы я не думал, что это совершенно пустая, гиблая платформа. Но... Conker. Давайте я поиграю в Conker. Conker, с Conker я уже познакомился на первом Xbox, и там это выглядело красиво, но... Я не понял, зачем это всё. The Lead Demon, нет, меня убил обычный, блядь, солдат. Какой нахуй демон? Меня убил... Меня как Зака в спину расстрелял, короче, рядовой призывник. Sin and Punishment. Может быть, может быть. Давайте, в общем, в ближайшие недели посмотрим на то, что такое библиотека игр Nintendo 64, потому что, ну, у меня есть вот какой-то небольшой интерес пощупать каждое из этих игр, и... Игра... Дум мне говорит, что мне не должно было... Я не должен был их пробовать, но... В конце концов. Вот, давайте в следующий раз попробуем, может быть, закрыть тему шутеров. Conker, да, Conker попробую. В... Точнее, да, в начале туроков, потом Conker, может быть, Banjo, обязательно Donkey Kong. Вот. После этого, может быть, тогда на Sin and Punishment тоже посмотрим. Не надо Banjo, там птица делает звук, от которого будет плохо. Это птица делает вам больно иным способом. Ну, может быть, Sin and Punishment норм, я не знаю, не играл. Ну, посмотрим, вот. Тогда, в принципе, на ближайшее время более-менее понятно, чем мы занимаемся. А на сегодня все. Спасибо нам, спасибо вам. До встречи в субботу. Я буду играть в Demon's Souls. Вроде бы, да, все настроил. Вроде бы все получилось. Через компонент я все-таки могу PS3 захватывать. Будут помехи, будет некрасиво, но... Вроде бы это играбельно. И... I'll do my best. Я буду умирать. Все. Ой, что? Окей, то есть, наконец... А, я нажал на мышку, и поэтому он решил проскид. Ладно. Пока-пока. Пока.